всем привет дорогие друзья рад вас приветствовать на своем канале с вами витарган 177 на обзоре у нас будет сегодня зил 133 автором данного мода у нас является дмитрий gds ну вдобавок могу сказать по авторству это у нас еще наверное ну либо павел загребельный либо ове либо что-то в этом духе но акцентрируясь акцентрируясь ребят на самом деле на внешности этого дела на самом деле модель была приближена к реалистичному зилу 133 более того какие зилы 130 133 были вот были также более удлиненным капотом но и этот мод имеет место быть в меру своей реалистичности то есть такие моды реально ой такие моды такие машины реально были в жизни вот вид из кабины ребята у нас отсутствует присутствует вид с кабины с отсутствием имитации поворота головы как бы просто влево вправо у нас да здесь идет давайте сразу виду как бы изначальные нотки у нас идут от дефолтного 130 дела да потом уже как бы приобретается свой дополнительный звук но так скажем это у нас свой звук то есть доработанный свой звук по текстурам мы буквально изменены были полностью текстуры благодаря опять же дмитрию gds да вся работа над этим модом была произведена благодаря дмитрию gds но залито воркшоп от меня так что доступ так скажем к модели будет в стиме от меня вот абсолютно любой каждый сможет этот мод скачать подпишет подписавшись на него безусловно ссылка под видео на этот мод присутствует также на сайте ст эмоции этот мод будет опубликован но приступим клаксон ребят от грузовика как все прекрасно помнить дефолтный 130 зилок у нас бибикал как легковушка здесь же масса увеличена теперь этого машину можно назвать полноценный грузовик по анимации карданов да как бы здесь все нормально все работает без каких-либо нареканий вот по поводу двух баков мало ли если кого-то что-то смущает то на самом деле на 133 именно по два бака вот так вот с одной стороны ставились бывало что один но побольше либо вот такие два спаренных бака было вот как то вот так ну а давайте наверное приступим непосредственно к аддонам как бы аддона здесь как есть свои так и собственно говоря дефолтные но я думаю что данный мод будет пользоваться спросом непосредственно вот как раз таки со своими аддонами нежели его с какими-то дефолтами но устанавливается у нас борт первым делом устанавливается борт по большему счету это был взят дефолтный борт от взяла 130 и удлинен благодаря чему данный борт у нас стал грузиться аж на 4 очка вот но нас относительно комфортности перевозки четырех очков на просторах игры спитая раз на тех или иных картах но не знаю это конечно судить вам на как по каким картам вы собираетесь ездить на этом автомобиле потому что все-таки автомобиль не полноприводный имеет колесную формулу 6 на 4 то есть 2 2 задние ведущие оси передняя ось у нас не ведущая поэтому чрезмерно какой-то прыти ждать от этого автомобиля в грязевых каких-то преградах не стоит загружаемся приобретается у нас 4 очка бревен но вот собственного груза так скажем при скидывании данного груза выпадает 3 средних бревна в режиме симулятор погрузитесь без каких-либо проблем вот но далее далее давайте аборт сниму опять борт поставлю и благодаря данному борту можно поставить еще тент дающий нам два очка гаража для перевозки четырех очков гаража достаточно будет поставить дефолтную телегу в которой будет также два очка гаража и в таком исполнении будет а4 то есть вот таком исполнении вы можете открывать гараж вот так же принципе принципе ребят цепь цепляется у нас и бортовой прицеп на бортовой прицеп цепляется только в таком исполнении то есть если будет обычный борт с дровами да то есть загруженный как я первый первый раз продемонстрировал то прицеп не прицепится не загрузится то есть 6 очков перевозки исключены на этом грузовике в меру длины своего груза во первых на 4 очка для неполноприводного автомобиля что это за глаза больше и не надо вот но в таком исполнении можете смело перевозить принципе два очка вот в два очка гаража два очка груза и также вы можете еще поставить место тента например utility attachment да это у нас будет цистерна 900 литров и 460 ремонтных очков атакуют исполнение у нас будет вот то есть и груз как бы да и ремка и топлива то есть все 30 удовольствие на неполноприводном автомобиле крайне редко встретишь вот я имею визуально оправданный потому что зачастую бывает такое что поставишь пустой борт а там у нас и ремка и топливо на 10000 литров вот и и бегает как в одно место ужаленный вот но в принципе как то вот так ребят ну дальше у нас как бы еще и сетка сцепляется но здесь полуприцепа смотрится несколько неоднозначно вот честно вам признаюсь да в целом то мод очень даже принципе ничего такое но наверное в меру так скажем малой функциональности по мнению дмитрий дждс было решено еще прицепить ему сцепку но не знаю ребят комментарии безусловно комментарии с вашей стороны приветствуются какие то может быть может быть не стоит вообще эту сцепку сюда прописывать и прописывать все эти полуприцепы дефолтные но тем не менее имеет место быть цистерна до 3200 литров полуприцеп фургон 4 очка гаража и собственно бортовой полуприцеп и емкость цистерн 900 литров и 1200 ремонтных очков кому-то если интересно эти аддоны туда можете ставить но при прямых при всем моем уважении к внешности данного грузовика я все-таки предпочел бы вставить на него борт и собственно говоря там но пускай либо тент на два очка гаража либо utility attachment да то есть ремка и топлива но как-то вот это было бы наверное более актуально также ставится запасное колесо дающие нам 100 ремонтных очков запаска от краза она здесь стоит не так просто устанавливаются колеса от краза также от 255 в принципе знаете ну хоть автомобиль не полноприводный но резина крайне агрессивно вот но я надеюсь что она каким-то образом будет нам помогать в тех или иных грязевых препятствиях далее 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 цепи на колеса цепи на колеса как мне сказал дмитрий что с цепями машина жрет очень много вот но тем не менее пока что было решено оставить эти цепи если действительно как показатели будут чрезмерно высоки и она будет того не стоит так скажем да вот пипец какие высокие показатели по по затрате топлива но при всем при этом ехать он будет крайне неохотно то есть небольшой какой-то разницей а может быть и разница и вовсе будет отсюда то соответственно мы скорее всего ну или я в данном случае уберу колеса с цепями дабы не тратить наши наши золотое топливо на простую бессмысленную покатушку вот ну что ж давайте наверное я поставлю все-таки внедорожные колеса вот так же борт у нас с вами стоит и давайте она разогружусь от на 4 очка наверное в таком исполнении этот автомобиль будет максимально часто использоваться и соответственно давайте прокатимся по полигону посмотрим на что этот автомобиль будет способен маршрут я выберу нестандартный поворачиваем здесь с вами налево и стараемся преодолеть эти грязевые препятствия на 2 передачи в принципе в принципе мы застряли хотел сказать на 2 передачи в принципе мы едем нифига подобного ребят не едем хотя нет поехал вот если знаете ли газом так подрабатывать у больше меньше оборотов газа давать в принципе машина может быть даже самостоятельные выйдет может вполне возможно но не факт как говорится хотелось бы верить но чувствую нет ползет ребят смотрите вот это да вот это не полный привод знаете у меня вот в этой лучше полноприводные машины некоторые даже вставали и но они ехали конечно дальнейшем но крайне неохотно ну а взяла 130 я вообще честно не ожидал такой чрезмерный против в этой грязюки классно молодцом вот найти на картах сделанные которые для неполного привода я думаю эту техника будет очень актуально потому что проходимость у него примут ну прям то что надо то что надо нет такую сильной ущербности как зачастую там попадаются моды с неполноприводной колеса формой ножка была торчала я видел так что по я опять ножка торчит кстати до этого ни разу не видел ого давай 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 его пошел пошел афа офигеть то есть блин то я прям самую чумазилку по большему счету его запихивал он все равно едет на вторую передачу очень бодро переключается последний так скажем вот это вот грязевое препятствие потом у нас будет асфальт на скорость но не знаю есть ли смысл делать тест на скорость для меня главное вообще ну принципе функционал этого автомобиля в целом в игре до функционал меня устраивает полностью то есть несмотря на то что не полноприводный автомобиль а с легкостью перетаскивает 4 очка груза могу с полной уверенности сказать что по весовке по весу то есть данный груз я думаю весит именно столько сколько он и должен весить то есть сколько там у того бы я не помню сколько вот эти 4 очка обычно вести но я знаю что дмитрий джи десу никогда не делает так что вот типа вот груз весит меньше там чем положено он может сделать даже больше знаете ли вот ориентируясь на его моды может сделать больше давайте включим строку состояния раз уж мы тут едем ребят смотрите 45 километров в час 46 47 в загруженном состоянии на внедорожных колесах свой 47 47 с половиной даже было до уй 48 обалдеть нифигасе он прет вот это блин смотрите колеса просто не видно практически колес они настолько быстро вращаются что прямо не ну офигенно согласитесь класс несмотря да ну вот блин я честно говоря не ожидал от такого грузовика такой прыти я думал сейчас нам тут устроит ползунки вал на 5 передачи с дрифтом залетаем в поворот очередная полоса асфальтная да но это как бы вот это по большему счету полоса она предназначена для внедорожников для там не знаю тракторов чаще всего я эту полосу используют для легковых каких-то машин короче ребят разгоняется чуть ли не до 50 километров в час 48 с копейками он нам где нас демонстрирует я считаю это очень хороший показатель но съезжаем мы так скажем с асфальтированной дороги уходим на грунтовку водяное у нас препятствие впереди давайте на 5 попробуем прямо так вот залететь в процессе переключились мы с вами на вторую получили урон то есть урон у нас здесь приобретается как только вода достигает уровня лобового стекла давайте вот здесь принципе лайтовая грязь может быть даже на третьей передаче пролетит обалдеть вот это он прет не на безумно харизматичный автомобильчик вы знаете я вот прям честно не ожидал я особо даже его не тестировал я его залил steam дмитрий мне его предоставил я его залил steam вот и поехал на нем маленечко покатался чуть-чуть буквально посмотрел как чё грузится вот ну чуть-чуть совсем покатался так скажем у такую тесту прям по хардкору что называется этого тут впервые для этого автомобиля я делаю болото ребят тоже кстати немаловажный показатель по проходимости сможет ли он преодолеть все эти возможные болотные препятствия опупеть вот это да вот это пройти переписывался буквально вот за несколько минут до начала обзора с дмитрием относительно публикации данного мода мол типа ты собираешься мод публиковать я говорю ну вот обзор запишу и того на этого опубликую мол что там обзоре там аддонов нет ну как же нету смотрите бортовая тент ремка по большему счету от груз перевозит что ему еще надо мне кажется вполне так у полноценный грузовик с полнейшим функционалом который даст фору некоторым полноприводным модом даже по функционалу конечно по проходимости может быть не это да но по функционалу вполне подходит ребят мы засадили машину как бы это печально не звучало но мы к сожалению машину засадили я даже не знаю чем его вытянуть у меня либо дефолт либо такой же зелок ну давайте дефолт дефолт аля чего нибудь там ну какой-то куда 535 давайте заспауним здесь кустов больше чем где где бы либо так понеслась потихонечку полигонечку сейчас мы его вытащим обалдеть как бы 535 не засадить что-то 535 тоже знаете ли так это прогибается пошел родимый пошел не на 535 это мощь конечно тут не поспоришь валет застрял а да он смотрите он сам едет он даже это видно по натяжке троса трос можно сказать вообще по земле волоковица но за 535 вы знаете по колее 535 маза мне что-то на сделки ехать не хочется я боюсь он тут же тому засядет и прощай как говорится но вот здесь маленько так скажем у нас получается как бы да так пожестче давайте попробуем попробуем проехать уже дальше на зеле 130 офис 430 морда 130 вы еще знаете думаете что это 130 по факту же 133 зил бревна уперся блин если мне это пенек бы то я сейчас бы наверное проехал баут сейчас зад вперед сделаю не факт что проеду потому что болото имеет свойство такое что раз проехался второй раз уже не факт что проедешь вроде бы нам повезло да повезло ребят выехали несмотря на все то то что да вот перед нами здесь можно сказать все что нам преграждала путь она ушла куда-то там за горизонт вот и автомобиль вполне бодренько проехал по этому чертову болоту вот ну прям честно говоря не ожидал честно не ожидал проезжаем с вами в брод некоторые даже джипа в этом бороду застревают ребят для тех кто не знает для тех кто недавно смотрит мои обзоры как сделано здесь речка по большему счету здесь как берем начало вот оттуда да к примеру и чем ближе к завершению реки ближе ну концу так скажем полигона тем грязь здесь становится глубже то есть здесь не все так просто мы практически переехали в самом конце этот брод ну я считаю показатель очень даже достойный так что ребят для неполного привода с четырьмя очками погрузки едется очень комфортно может быть кому-то что-то или понравится то что не возит 8 очков за раз причем в дефолтной какой-нибудь платформе до длина бар дефолтом борту вот блин как же он за обалдеть ребят как же он прет расход 15 литров но пускай 25 будет в режиме симулятор я думаю 330 литров они дадут о себе знать опа мы встали на 3 давайте вот сюда вот направо повернем а потом оттуда оттуда если меня хватит терпения если мы нигде больше застревать не будем оттуда мы уже с вами выйдем и оп и и и и но вот не так давно я здесь тестировал камаз не полноприводной колесной формулой загрузка я не помню сколько очков я там тащил вот но блин но он не особо хорошо ехал в принципе зилок едет гораздо бодримее окажется девушки матрешки чуть не перевернулись ребят как были ну скачет он подвеска у него конечно оттасно работает просто мне очень нравится подвеска мягенькая обожаю мягкую подвеску вообще вы на машинах на модах не люблю дубовые в автомобиле люблю чтоб ход подвески был большой может быть где-то чего-то это нереалистично но зато классно но зато классно это все работает давайте я сделаю скриншот для превью смотрится он будет на солнечной стороне так скажем очень хорошо красиво для превью шки самый раз но здесь у нас еще очередной какой-то такой водяной препятствий кстати с нехилой грязью на дне вот то есть здесь тоже проехать на самом деле не так просто на 2 что-то как-то мы ребят под застряли давайте первую воткнем поворота повороты колеса влево вправо нам не помешают плюс ко всему понижение газа помогает нам в этом грязевом препятствии нет на самом деле очень хорошие показатели по проходимости типа там вдруг там с кем с друзьями намылитесь проходить карту там с для неполноприводной какой-нибудь техники да вот типа вы там говорите а я возьму зилка 133 а можно вообще стебануться 130 сказать я 100 130 поеду морда то 130 вская да вот и такой хопа выезжаешь на кразовских колесах пилки все забил и все это и в топе а там кто-то на других машинах будет в жоп вот так что так что ребят рекомендую но вот еще одно доказательство что уровень нанесения урова урона водой у нас на уровне лобового стекла офигенно лично мне очень нравится вы знаете ли вот я делал когда обзоры на к на вот эти камаза неполноприводные они примут но не особо прытка ехали у честного ну вот вот по сравнению с зилкому с этим они просто в раза в три наверное они медленнее ехали по всем этим преградам на полигоне он смотреть видали как по мосту балет подвеска просто великолепная просто великолепная подвеска крен крена выдерживает не переворачивается то есть центровка мода очень хорошо сделано тут ну прям то что доктор прописал как говорится да вот не больше не меньше очень хорошие качественные мод здесь нет вы не увидите там никаких там рабочих балансиров до вот этого вот этой мажорности который в принципе изначально не было заложено в игру спринт и спинта и разда там это уже как бы люди конечно делают там типа но для приобретения реалистичности и так далее и тому подобное честно говоря для меня это вообще как-то знаете настолько поскольку есть есть нет и ладно как то вот так вот знаете то же самое относительно виды из кабины да есть конечно красивые виды из кабины с красивыми текстурами туда-сюда но здесь у нас я предполагаю скорее всего все по дефолту да да по дефолту обычные 130 ски к салон так что-то куда-то не туда уехал вот то здесь как бы особо демонстрировать и хвастаться то и нечем и по большему счету из-за этого вида из кабины нет но а кто зачастую ездит вообще виду с видом из кабинут ли вы ездите частым вид с видом из кабины напишите мне в комментарии да будь то вы к там либо на ютюбе там я постоянно ездю с видом из кабины я не люблю вида 3 лица я думаю что но не знаю мне кажется таких вообще нет просто таких людей нет потому что это крайне неудобно по крайней мере в этой игре так перемахнули мы брод в обратную сторону даже не знаю куда еще на нем податься принципе куда бы я не поехал он везде едет но если только на грязевые полосы поехать вот то есть грязевые полосы да вот эти три полосы лайтовая хардкорная и средняя 5-ступенчатая коробка передач но принципе я это уже демонстрировал на асфальте благодаря которым этим передачам он развивает почти 50 километров в час обалдеть ребят при всем при этом расход топлива опять же да там прямая там он развивал 50 километров в час но при этом жрал бы он там 100 литров жрет он вполне приемлемую цифру и как бы вау вау вот вполне адекватно многие многие ждут этот мод некоторые думали что вообще будет платный нет на самом деле даже расскажу небольшую предысторию относительно появления данного мода загорелся хотелось безумным что-нибудь неполноприводное знаете ли потому что неполноприводных автомобилей крайне мало вот их захотелось учить такого неполноприводного и вот виде что-нибудь такого взяла либо 133 я вот это да либо вот а вот такого взяла 133 с дмитрием gds поговорили он такой типа да и я вот тоже что-то хотел наподобие сделать и короче сделал вот сделал и я считаю что у него получилось очень даже удачно прям лично мне очень понравилось так ребята куда мы вообще с вами едет вообще назад мне надо ехать назад я не туда поехал я просто хочу попробовать проехаться по хардкорной грязевой полосе болото мы с вами протестили как бы это все понятно да все ясно а вот по грязи как он поедет вот это тоже интересно потому что все таки грязь она чаще гораздо чаще встречается на тех или иных картах нежели болото вот поэтому показателю проходим проходимости по грязи наверное будет более актуально чем даже бабкам по болоту так не заблудиться бы где эти грязевые полосы наши давайте она приторможи посмотрю ну вот вот сюда вот короче как-то маленько праве ну короче вот туда куда-то нам надо здесь тоже небольшое болото кстати вот она видно даже у тинт нанесен она и видно даже потому что из-под колес грязь летит знаете мне встречались моды из мастерской спинтайрос я не буду говорить какие которые я тестировал буквально на этом же пятачке машина была неполноприводная а вот два очка погрузки на раме ну то есть в принципе то же самое что и здесь только здесь у нас 4 очка вот и это машина не заехал вот на эту горку на эту вот на этот кусок потому что там тинт и он просто тупо застрял вот сами могли сейчас наблюдать то как проехал этот 133 так ну что ж хардкорная полоса я даже не буду ехать по какой-то там лайтовый фигайтовый сразу ныряю хардкорную принципе на второй передаче он продвигается потихоньку но наверное все таки стоит 1 включить будет ехать гораздо бодрее считаю обалдеть вот это да вот это прыгать ребят я честно говоря не помню неполноприводный какой-то там автомобиль который мог бы с такой же прытью пробраться через эту хардкорную грязь целом ребят получился достаточно очень такой харизматичные автомобили но благодаря вот этим кразовским колесам конечно он кажется прям но я не знаю как будто прям какой-то бог бездорожья я не знаю по факту же это колесная формула 6 на 4 вот и но не знаю за счет чего он такой проходимого честно говорю не знаю вот потому что расход сами сейчас можете по факту наблюдать 7 литров то есть это в режиме симулятор но пускай 12 литров будет ну вот ух ты нифигасе у нас крен какой то есть принципе мы практически проехали эту грязевую хардкорную грязь и я считаю прям это очень хороший показатель для неполноприводного автомобиля просто великолепные показатели ну и все в принципе ребят мы с вами выбры выбрались отсюда уже что офигеть проехал вот но даже далее далее ну куда его можно еще загнать я не знаю но по полосе разгона мы проехались да на автодром гонять но не вижу смысла достаточно длинная база автомобиля она не даст нам нам сманеврировать тех или иных поворотах знаете такой каратенечки познавательный я считаю видео обзор достаточно будет так что я думаю более чем достаточно продемонстрировал все его положительные качества как можно лучше нареканий я в нем не увидел возможно у кого-то чего-то где-то там не знаю какие-то нарекания появятся ребят по аддонам до тем же самым аддонам банально пожелания какие-то пишите вот я больше чем уверен даже если я сам это озвучит дмитрию дмитрий сам прочитает как на моем канале также и в группе витарган 177 можете отписываться пожалуйста принимаются все пожелания можно сказать вот так скажем только на старте всех приключений в игре спинтайрес на старте да то есть еще можно как говорится творить и творить вот но в целом я считаю даже на данный момент машина полностью справляется с функционалом который был в него заложен все ребят огромное вам спасибо за просмотр подписывайтесь на мой канал ставьте лайки не забывайте вступать в мою группу вконтакте витарган 177 мод вы сможете скачать увидим ссылку под видео на сайте с эмоции в моей группе также в мастерской спинтайрес он будет опубликован всем спасибо всем пока